Добрый вечер всем. Так, 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 нет. Что-то с камерой. Ну, слава Богу, что сегодня у меня основной спикер, поэтому то, что у меня сейчас не очень изображение, по-моему, не так и страшно. Здравствуйте, дорогие друзья, мы рады вас вновь видеть сегодня на нашей бизнес-встрече, бизнес-конференции, веб-конференции. У нас уже 30 с лишним человек, здорово. И сегодня у нас замечательная тема. Тема на сегодня рекрутирование – это залог успеха. Ну, тема, наверное, животрепещущая, всем знакомая. Но скажите, у нас есть сегодня те гости, которые еще не в Арифлэм? Если есть, напишите, пожалуйста. Добрый вечер. Я, по-моему, видела Левченко Людмилу. Она у нас сегодня на связи. Да, отлично. Если есть гости или консультанты, которые только-только еще присоединяются к нам в Арифлэм, потому что у нас с завтрашнего дня начинается замечательная программа по приглашению новых консультантов. Регистрация в честь 45-летия компании Арифлэм 4,5 рубля. Шикарная палитра в подарок. И для вас это будет интересно, потому что на самом деле, если говорить про успех, то, наверное, он разный. Наверное, вот напишите, пожалуйста, кто, как понимает вообще слово «успех». Что для вас означает успех? Можно одним словом. Что для вас означает успех? Наверное, для кого-то... Не слышно вообще? Успех — это успеть все собрать для счастья. Отлично. На самом деле, вот это понятие успех, оно очень емкое. И успех, наверное, это и здоровье, это и благополучие, это успех в социальной какой-то сфере. Очень емкое понятие успех. Но мы сегодня будем рассматривать применение компании Арифлэм. И вот что такое успех в компании Арифлэм? Где-то тоже слово очень разное. Вот первый заказ для новичка — это успех? Конечно, это успех. Первый консультант, который оформлен в компанию Арифлэм, это успех? Успех. Первая презентация, которая прошла, это успех? Это тоже успех. Признание, замечательно. Успех — это очень емкое слово. Каждое действие, которое мы делаем, мы получаем от этого новое действие. И которое мы сделали, это уже успех. И если мы в Арифлэм, то мы уже с вами успешны. А сегодня я хотела бы поговорить о том, чтобы быть по-настоящему успешным в каком плане. Ну, все мы знаем, что у нас есть лестница успеха. Она очень крутая. И, естественно, чем выше, тем круче. Тем, ну, наверное, не только в доходе делай, хотя и доход тоже замечательно. Но это и личностный рост, это и благополучие семьи, это и достижение каких-то целей, это и признание со стороны компании, признание от коллег, признание... Это признание, наверное, чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, тем больше тебя начинают уважать твои друзья, знакомые. Ведь на первом этапе они не верят, что у тебя получится. Они смеются. Но когда у тебя начинает получаться, когда твоя жизнь начинает меняться, конечно же, ты в их глазах, ну, ты приобретаешь какой-то вес в их глазах. Вот Саша пишет, что успех – это наличие ресурсов для достижения своих целей. Временные, финансы, здоровые, скорее всего, это ресурсы. А вообще, лично я думаю, что успех – это когда ты ставишь цели, мне понравилось, и их достигаешь. Наверное, у каждого из нас разные цели. Но если вы сегодня присутствуете на этом бинаре, а вы знали его тему, что рекрутирование – залог успеха, то, наверное, вы хотите продвигаться по лестнице успеха. Напишите, у кого какой перспективный, может быть, план, может быть, какой ближайшая цель, именно связанная с лестницей успеха. Кто хочет… кто еще не директор, но хочет им быть? Может быть, кто-то уже директор и хочет быть золотым директором. Отлично. А если вы уже директор, может быть, вы уже хотите сразу же быть бриллиантовым директором? Оля, обучить консультантов замечательно, но какая у тебя цель в карьерной лестнице? Зачем их обучать? У Димы 12%. Отлично. Золотой у директор. Я обернула в году за гранили, отлично ли она? Отлично. Бриллиантовый директор, Оля, хорошо, отлично. Шесть новичков, шесть консультантов успешных для этого. А может быть, кто-то уже хочет стать исполнительным директором? А может быть, вообще, говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плох тот консультант компании «Рифленд», тот лидер компании «Рифленд», кто не хочет стать президентом. Кто хочет стать президентом? В перспективе. Отлично. Кто рассматривает на себя? Но тогда мы здесь практически все единомышленники. И тогда мы успех компании «Рифленд» понимаем одинаково. Это продвижение по лестнице успеха. Чем выше, тем более мы успешны. И мы с вами прекрасно понимаем, что успех, именно движение по лестнице успеха невозможно без одного действия. То есть много нужно действий делать, есть как бы разные действия. Но самое главное действие какое? Это, конечно же, приглашение. Отлично. Отлично, что вы хотите быть президентами. Это отлично. И самое главное, наверное, это приглашение к сотрудничеству других людей. Да? Мы все это с вами понимаем. От этого растет товарооборот, и мы продвигаемся по лестнице успеха. Без команды, один в поле не воин, вряд ли что-то можно сделать без команды. И сразу же возникает вопрос. И у новичков, и не только у новичков, у разных, и у лидеров возникает вопрос. А где же взять этих людей? Ну, конечно же, наиболее острый этот вопрос стоит у тех, кто не так давно присоединился к нашей компании. Может быть, тот, кто вышел, уже стал менеджером и по-новому смотрит на свой бизнес. А может быть, кто-то стал директором и переоценил все, что он умеет делать, и думает, а что же еще такого придумать? А что же я еще могу предпринять? И вот приглашение людей в нашу компанию – это основа нашего бизнеса. Без этого все, что мы не делали, не будет результативности, не будет успеха. Только приглашение новых людей на постоянной основе – это как бензин для нашего бизнеса, да, на самом деле. Есть мотор у машины, есть корпус, есть еще какие-то запчасти. Но обязательно нужен бензин. И вот этот вот бензин, который постоянно заливается, постоянно, постоянно, но в нашем случае он не отрабатывается, а вырастает в новых, замечательных лидеров. Наши люди, они вместе с нами развиваются, растут, поднимаются по лестнице успеха. Мы им помогаем, тем самым мы помогаем себе. И возникает вопрос, а как это делать? И сегодня для вас будут выступать успешные лидеры, которые у каждого есть, наверное, какие-то любимые методы работы. Сегодня мы рассмотрим не все, потому что вот сейчас мы начинаем цикл вебинаров, которые будут как раз-таки направлены на обучение, вот именно посвящены рекрутированию. Почему? Да потому что начинается рекрутинговая кампания, эта тема становится наиболее актуальной. Согласны со мной? А кто хочет получить туалетную воду сапфир? Отлично. Я уже не говорю про палитру, конечно. А кто из лидеров, который хочет получить сервиз, юбилейный сервиз от компании Reflame? Напишите, пожалуйста. Отлично. Значит, то, что сегодня будет в ближайшие 4-5 вебинаров, будет для вас очень интересным. Ну, и я передаю слово первому нашему спикеру. Этот человек очень дорог для меня, очень дорог для нашей семьи, очень дорог для Сергея. Сергей передает вам привет. Он пока не дома. И эта девушка вообще моя одноклассница, представляете? Мы с ней из одного города, небольшого города, зовут Дуковска. Ну, так получилось, что в компанию пригласила не личная, а мой любимый родной брат Олег. Когда я пришла в компанию Reflame, моя семья меня поддержала. Олег оформился в компании и стал мне помогать. И вот он пришел к Наталье, то есть муж Натальи и брат, они были одноклассниками и очень дружили. И сказал мне, Наталья, вот смотри, вот это каталог Reflame, вот это красная цена, а ты будешь брать еще дешевле. Ну, и так получилось, что, видимо, потребности Натальи на тот момент уже тоже были сформированы. Она всем рассказывает о том, что была искала крем. Она его нашла, попробовала. И изначально Наталья пришла в компанию Reflame просто экономить для себя и покупать косметику со скидкой. Много таких к вам приходят новички, которые просто хотят экономить. Приходят, да? И самое интересное, я всегда говорю, что когда мы приходим, да, конечно, когда человек приходит к нам в компанию Reflame, к нам в структуру, я ему говорю, ни ты, ни я не знаю, что из этого получится. Ни он не знает, ни я не знаю. Вместе с тем в процессе вот нашего общения цели Натальи изменились. Мы стали приглашать людей. И как она это делает, какие у нее секреты, давайте мы у нее спросим. Итак, на проводе у нас Наталья Шильман, город Заводоковск. Я переключаю, а вы аплодируйте, встречайте Наталью аплодисментами, нашими восклицательными знаками. Так, Наталья, пока ты собираешься с мыслями, настраиваешься. Мы тогда идем дальше, да? И я, вот Наталья в нашей структуре, золотой директор нашей структуры. Я сейчас хочу передать слово своей сестренке. Зовут ее Людмила Егорова. И вместе со своим мужем, супругом Актулием, они являются золотыми директорами компании Reflame. В открытой квалификации старших золотых директоров. Вообще, я открою вам секрет, что сегодня мы не будем разбирать все методы работы. Мы разберем лишь одно направление. Это так называемый теплый рынок. Это работа с друзьями, знакомыми, нашими родственниками. Это то, что рядом с нами. Если говорить о холодном рынке, я изначально хотела начать с холодного. Но так получилось, что вот ну никак. Наверное, знаете, потом я так подумала, почему с холодного? Ведь теплый рынок, холодный рынок, он и завтра будет холодным рынком. А теплый рынок, это те люди, которые прежде всего нуждаются в нашей помощи. Итак, встречайте. Людмила Егорова, золотой директор... Людмила Анатолия Егорова, золотой директор компании... Золотые директора компании Reflame, город Тюмень. Встречайте аплодисментами. Передаю слово. Добрый вечер. Слышно вас? Или даже видно? Людики, поставьте, если слышно. Вот, спасибо, спасибо. Еще раз добрый вечер. Очень рада вас всех сегодня видеть по плюсикам, чтобы очень ярко реакируйте. Конечно, тема уникальная в честь новой акции. Слышно, Надежда Владимировна? Или нет? Ну вот, много плюсов. Слышно? Хорошо? На все сто? Спасибо, Валерий. Слышно. Теплый рынок. Замечательный рынок, естественно. Как у нас все начиналось? А начиналось, возможно, как большинство. Я пришла именно на человека, который помог мне разобраться в косметической продукции. Это была Рида Миллев. Потому что я искала такого человека. Для меня это было очень-очень важно. И ни о таком бизнесе я слышать вообще не хотела. Но я там мудрый спонсор. И она мне сказала, Люд, ты разберешься, но лучше разбирайся с твоими друзьями, с твоими подругами. Будет интересно. Мы поднимем за чашечкой чая. Я говорю, хорошо. Приглашай на чашку чая. И если после чашечки чая у тебя будут клиенты либо консультанты, тебе это не победит. Я говорю, ну давай. И я стала организовывать встречи. И таким образом уже не только стала брать для себя продукцию, но и окупать для себя продукцию. И у меня появилась небольшая команда. И я вошла в азарт. Потому что к концу каждого каталога было очень интересно, какую же денежку мне компания начислить в качестве товарной скидки. Было очень интересно за этим наблюдать. И естественно меня поддержал мой супруг. Да, то ли что-нибудь скажешь сегодня еще, да? И я просто стала давать информацию всем тем людям, с кем я работала в образовании, я педагог. Кого я видела, с кем я знакомилась. И конечно же благодаря моему мужу у меня вышло его друзей. и ножом его друзей. И помимо этого еще и на педагогов, о которых вы сегодня очень много услышите, об этой уникальной женщине. И с таким образом получилось, что мы даже сегодня столько вспоминали, какой год мы познакомились с Надеждой Владимировной. Я говорю, наверное, это 2003 год. Это педагог моего супруга. И он меня познакомил с ней. Конечно, мне было очень приятно познакомиться с ней. Но мне было очень страшно показать ей каталог. Очень страшно. Я даже не помню, как я это сделала. Или через мужа передала. Через столик передала. Передала ей каталог. И даже не звонила, не спрашивала. Понравилось ей что-то, не понравилось. И то ли сказал, что она сама тебе позвонила и сделала заказ. И после того, как я привезла ей заказ, я провела уроки красоты, как меня обучила Алида, проконсультировала по продукции, конечно же, рассказала о возможностях. На что Надежда Владимировна не сказала. буду любимым клиентом, буду брать для себя любимый и ни о чем слышать не хочу. Но какая бы акция у нас в компании не проходила, я всегда приезжала, рассказывала, показывала буклеты, думала, а вдруг она захочет. Потому что человек очень грамотный, с хорошей видевшей жилкой, и я знала, что у меня сферкации получится. И вот в этот прекрасный день я уже отчаялась, что Надежда Владимировна примет решение стать консультантом компании Reflame, и была акция власть надберения, помните, были часики толстые со страдиками. Я уже в очередной раз привезя заказ Надежды Владимировны Юрьевой, под ручку пинаю столика, и говорю, столик, рассказывай сам. Толик, подскажи, как это было? Мы хорошо посидели, пропили кофе у Надежды Владимировны, но потом уже когда стали не стать каталог, уже показали ей двух лет с этой акции. Сказали Надежды Владимировны, все равно где большие заказы совершаете. Посчитайте сами, вы можете на свои заказы получать эти часы бесплатные. Она подумала, подумала, ну часы интересные, давайте я зарегистрируюсь. Вот это просто прошло. Она зарегистрировалась, сделала два брусов, получила часы и пропала. Ну пропала как и я. Потом мы делаем заказы, то мы не делаем заказы. И в один прекрасный момент, это был сентябрь 2000, сколько какого наверное года, 8 года, я приглашаю Надежду Владимировну на презентацию, причем мужская была презентация возможности компании Reflame, может быть и изуважение ко мне, или изуважение к моему ступробу, Надежда Владимировна поняла это предложение и приехала. Прошла всю презентацию, я как сейчас помню, она выходит после нее и говорит мне Дюйма, я так все знаю, это была полная потеря времени и все вот. Я улыбнулась и сказала, ну извините, что я отняла у вас столько времени, но после того, как она побывала на мужской презентации, произошло чудо. но при условии, ну только потому, что там расскажешь, при условии, что я смотрю, базары стали появляться, регистрации людей стали появляться, думаю, что тоже произошло. Ну а что же произошло, давайте мы услышим у нее самой, у нашего успешного, очень активного, самостоятельного, по номинации директора, но я это называю исполнительный директор, потому что она такая женщина, у Юлиевой Надежды Владимировны. Встречайте ее и задавайте ей много-много вопросов. Поэтому необходимо вам работать на теплом рынке. предлагайте общайтесь, пить кофе, чай, чтобы все-все у вас получалось, поскольку все мои лидеры, все мои лидеры, мои структуры и структуры наши, да, столиком вместе, они найдены по теплому рынку. Это друзья моих друзей, а также я с гордостью хочу сказать, что Юлия Надежда Владимировна это знакомый моего мужа. Старший менеджер компании Reflame Закрона Варина Анатольевна это жена друга моего мужа, то есть под ней очень сильный лидер, с которым сейчас работает Эволю Татьяна, ну, а мне, мне отдается на откуп, это моя знакомая по работе подруга нынешняя Белова Тамара, это вот мой истинный директор, тот человек, которого я нашла и выросила, то есть два против одного, но я думаю не за горами моя сетра, судьба 2-2 и еще очень замечательный человечек сейчас менеджер уровня 18% Лемиша Варина это глубина тоже моей очень хорошей знакомой, поэтому будет перевес в 2-3 6-го директора мы с тобой вместе найдем я думаю поэтому встречайте Юрию Владимировну очень интересную очень активную и самостоятельную девушку как я ее называю нашего исполнительного директора добрый вечер всем я конечно никого не вижу и не слышу пока но давайте сделаем так что я все таки пообщаюсь на эту тему которая была предложена мне сегодня для выступления это методы рекрутирования которые использую я вообще для меня метод рекрутирования когда-то был это новый метод я как был страх и перед холодными контактами так и перед теплыми контактами но благодаря своему спонсору все таки я научилась работать со своими знакомыми и на сегодняшний день я использую тот метод который я полюбила и приняла это я его называю метод дамы он у нас предложен шаг первой тренинга и я хотела сегодня с вами поделиться именно этим методом почему я люблю метод потому что для меня он я его приняла полюбила и как говорится живу с ним почему живу потому что я метод использую я его также использую и в своей повседневной жизни как я работаю в общем-то я очень люблю холодные контакты почему холодные контакты потому что здесь я больше раскрываюсь и для меня это легче начиная я контакты с обычного анкетирования то есть те анкеты которые нам предложена компания Reflame это соцопрос то есть я могу подойти соцопросом к любому человеку к знакомому который мне понравился и предлагаю заполнить обычную нашу соцанкету для того чтобы провести опрос и затем мой метод предполагает что затем я с ним ближе знакомлюсь и здесь я конкретно использую метод дама я думаю что многие из вас уже знакомы с этим методом но если нет то вы можете посмотреть шаг первый в тренинге и немножко я его расскажу для меня это 4 основных шага первый шаг это когда я знакомлюсь с человеком выясняю его потребности то есть в обычной жизни это обычный диалог привет как дела чем занимаешься какой косметикой пользуешься где берешь почему именно там если он в магазине значит я пытаюсь выяснить почему в магазине если это сетевой компании тоже выясняю почему именно сетевой именно в какой вот затем второй второй шаг по методу дама это я когда начинаю знаю после того что как выяснила что человек чем пользуется мой клиент я пытаюсь все таки предложить нашу продукцию то есть сравнение если смотрю что мой клиент немножко стесняется или как-то уходит то здесь для меня самое главное и причем это очень у меня работает я наверное где-то на интуиции понимала такую такую фразу что да я тебя понимаю что я так же думала все это для меня когда так было новое вот и в принципе я вот по своему опыту практики я вам хочу сказать что это нормально работает и в принципе когда присоединяемся к нашим знакомым они уже не такие колючки и у меня всегда практически уже холодный список уже не холодный список вот дальше по методу по методу данной идет третий шаг третий шаг это когда мы уже предлагаем нашу продукцию наши возможности как и бизнеса как и работы так тебе огромное спасибо молодец что включилась умница отличный опыт огромный вообще у Натальи сейчас команда очень активно растет я верю что у нас в ближайшее время откроется и старшую золотую сапфировую квалификацию и естественно я верю что в ближайшее время Наталья Наталья будет Наталья 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 будет бриллиантовой командой ну что ж Надеюсь Владимировна готовы вас уже замечательно представили вы действительно уникальный человек который до настоящего момента совмещает работу с Reflame работу в Reflame с предпринимательством Надеюсь Владимировна свой собственный бизнес очень серьезный интересный но вместе с тем что для нее Reflame она сама расскажет и как она работает на теплом рынке и так Надеюсь Владимировна передаю вам слово но у нас еще один спикер и так что-то с кнопкой говорить куда-то кнопка говорить у нас исчезла ну что ж давайте тогда идем будем идти дальше и так рекрутирование на теплом рынке на самом деле когда новичок приходит вот только что только в компанию Reflame конечно же ему проще всего обратиться к своим друзьям и знакомым ну в любом случае это можно сделать знаете почему потому что если ты не обратишься к ним тебе очень больно будет узнать о том что они могут оказаться либо в другой компании либо они могут ну как бы быть в другой группе например пока мы стесняемся говорить прямо о том что пока мы стесняемся говорить своим друзьям и знакомым о том что мы в Reflame и может быть это кто-то другой теперь и меня не слышно добрый вечер видимо не очень успешно у нас сегодня как-то выход в эфир но мы же учимся я вот сейчас в каком-то очень интересном таком режиме я даже не знаю кто я пользователь выступающий явно не модератор в общем когда мы научимся у нас будут конечно шикарные хорошие видеопрезентации мы построим нормальные хорошие вебинаторы но сейчас уже как получится шикарная тема конечно то что мы предлагаем в момент начала новой рекрутинговой акции как рекрутировать откуда что берется я начинала свой опыт действительно стеклого рынка пригласили меня мои спонсоры мои ученики мой ученик Толик Егоров они еще тогда не были золотыми директорами но они были уже тогда моими золотыми это мои ученики это мой теплый рынок я и начала работать с теплым рынком я и начала работать с теплым рынком самый теплый рынок конечно это семья мой муж я не смогу сейчас подключить к сожалению презентацию почему-то здесь как бы у меня совсем другие презентации я не модератор поэтому я просто расскажу о своей презентации а то если получится вам ее прокрутят Все успешные дела начинаются, я считаю, в семье Меня поддержал мой муж Меня поддержала моя дочь Меня поддержала моя близкая подруга Марина Когда я услышала от всех слов, что у нее получится, естественно, я начала работать Пытаясь доказать не только им, но и себе, что действительно все, за что берется козерог, а я козерог действительно получится Можно и без презентации, я думаю, суть не в этом Дело в том, что о том, как мы работаем с теплым рынком Я думаю, это не новость для всех Просто работа с теплым рынком моей команды, это именно опыт моей команды Я этим и хочу поделиться с вами С чего я начала? Первое, о чем я сегодня и говорила уже Теплый рынок, это в первую очередь семья Мой муж меня поддержал, ура, хорошо, ему большое за это спасибо Я, конечно, не рассчитывала на большую помощь, потому что я знаю, что семья всегда смотрит на результат Какого добьемся мы результата И в наших руках добиться хорошего результата Сколько вот здесь сегодня обсуждали, сколько там получает директор Конечно, директор будет получать от 30 и больше, но все зависит только от нас самих И поэтому, зная, что меня семья поддержит, я, честно говоря, рванула Рванула в Арифлэйм ради интереса Не было у меня большого там такого, большой задачи заработать какие-то деньги Не было у меня какой-то большой мотивации съездить куда-то Мне было просто интересно Арифлэйм ради Арифлэйма, арифлэйм ради бизнеса Я начала заниматься со своими племянницами, со своими сестрами, со своими родственниками Потому что это проще, мне показалось Открой телефон, возьми всех знакомых, вози своих родственников, близких Я позвонила племянницам и сказала, я дарю вам 30% скидку Хочешь, заказывай, не хочешь, не заказывай, это мой тебе подарок Результат оказался 50 на 50 Одна племянница в бизнесе, другая у меня просто заказывает так иногда для себя Кроме того, я предложила своей сестре, предложила своей племяннице Зареши мастерить со мной в Москву на мега мероприятия Сделайте выбор, для чего вам нужен Арифлэйм Они выбрали, они пользователи, ну и спасибо им на это Но зато, в то время, когда я съездила в Москву в прошлом году со своей командой Нас было около 18 человек Я нашла классного, хорошего лидера Это сейчас у меня менеджер, 15% Моя подруга, с которой я работала, оба рядом И за нее приела решение, что ей это не надо Это Нина Николаевна Федотова Вот вам, пожалуйста, теплый рынок Иногда мы думаем, что теплый рынок это те, кому мы сказали, вот близкие Мама, папа, муж, подруга, сестра Нет, теплым рынком бывают люди, которые вот рядом с нами живут Дышат на, можно сказать, затылок Вот я вместе с ней работала 15 лет Когда я занялась Арифлэйм, мне даже в голову не пришло ей предложить заняться Арифлэйм Я ей просто предложила 50% скидку И она была человеком, который заказывал для себя Теплый рынок это люди, которые могут решать сами за себя А не мы за них решаем Я предложила своей подруге из Салихарда, которая у меня далеко на севере И она вообще работает в банке Мне нравится, когда говорят Предлагаете бизнес людям, которых вы боитесь Ну не то, что там боюсь я Но в всяком случае это человек, который высокого полета У которой свои задачи, у которой большие планы И казалось бы, зачем ей нужен Арифлэйм А казалось бы, это человечек, которому нравится просто продукция Арифлэйм И они в Салихарде заказывают Арифлэйм Спасибо им, у меня там неплохая веточка растет Арифлэймовская Теплый рынок это те люди, которые когда-то, может быть, были холодные Но теперь для меня теплые Это мой менеджер Таня Шевченко Я всем говорю, это Таня из Песочницы Познакомилась случайно Когда-то она была холодным рынком О чем будут говорить, наверное, в следующем вебинаре А сейчас это мой настоящий теплый рынок Это мой менеджер, с которым я могу прийти дома Последить чашкой чая, мы общаемся Ведь когда мы знакомимся с людьми Мы всегда говорим Узнаете, когда у них день рождения Как зовут мужа, как зовут детей Какие праздники и события Но извините, если вы это узнаете Это у вас уже будет теплый рынок Поэтому получается, что все, что приходит с холодного рынка Тоже теплеет От самого теплого до самого горячего Ну и, конечно, вы не забывайте про своих одноклассников Про своих выпускников, о чем я говорю Вот у меня выпускники приходят раз в год ко мне на день рождения От 3 до 5 января, где-то от пилки Иногда они приходят просто меня поздравить А иногда я надеюсь, что они меня услышат Как только я занимаюсь компанией Реклэм Первый пригласил меня мой выпускник А теперь у меня в команде уже две моих выпускницы Одноклассницы Толика Егорова Одна девочка пользователь для себя А вторая уже задает вопросы по бизнесу Вот я не надеялась, что эти девчата займутся Реклэмом будут заказывать Тоже опять решила сама за них А они задали вопрос А можно? Можно мы попробуем? Вот вам, пожалуйста, теплый рынок Очень часто мы сами себя лишаем этого теплого рынка Три года в компании Реклэм И я уверена, что у меня еще будет много консультантов именно теплого рынка Потому что я еще не всем сказала Пойдем со мной, я хочу построить с тобой директорскую группу Я посчитала не шесть директорских групп у себя Я насчитала у себя больше двенадцати Людой я буду исполнительным директором Я думаю, что поставь только цель, лишь бы хватило времени Я президентом буду Самое главное это терпение и работа Кто сказал, что в Реклэм легко? Неправда В Реклэм надо много работать Но это приятно, это хорошая работа Она стоит того И об этом я открыто всегда своим говорю И мои близкие это знают И поэтому теплый рынок у меня, я думаю, дается лучше всего Мой первый директор, Валентина Геннадия Иванова Это самый теплый рынок Это моя свадьба Вот вам, пожалуйста, пример Кто бы думал, что Валентина Геннадия будет При своей занятости директором компании Реклэм Она работает в школе Она социальный педагог Она теперь еще и бабушка У нее внук, у нее внучка Но у нее же хватает на все времени Поэтому не говорите, что нет у людей времени заниматься рефле Главное иметь желание Ну, наверное, все Спасибо большое Огромное спасибо вам вообще Я вот очень помню ту встречу Встреча именно в бизнес-встрече с Надеждой Владимировной Меня научила тому, что Нельзя говорить о том, что вот есть факт Просто проведенная встреча А хороша она или плохо Или есть у нее результат Или нет у нее результата На самом деле нельзя сказать Потому что действительно Люда Горова в самом начале рассказывала о том, что Мы провели, организовали бизнес-встречу именно для мужчин На которой была неделя Владимировна Юрьева И она задавала вопросы Вообще не по теме Как там доставка на север Чего-то там еще Там еще чего-то Но, вы знаете, это было осенью Это было осенью Где-то в октябре, наверное, или в ноябре Это была, вот эта встреча прошла И самое интересное, что те мужчины, которые были на встрече Они как бы ухватились за это Ушли Стали все вместе решать проблему Надеждой Владимировной Юрьев У меня было такое разочарование Мы столько готовились И вот тут вот как-то вопрос Ну, как бы не в ту русло ушедший разговор И вот вроде бы как все Но на самом деле Как было приятно, когда через буквально полгода Мы ехали в поезде на банке директоров А Надежда Владимировна в поезде Открывала квалификацию старшего менеджера компании Reflame Вы знаете, мы не знаем Мы предполагаем, Бог располагает Мы не говоря какие-то слова Рассказывая о компании Reflame Рассказывая о доходах Рассказывая о возможностях Рассказывая о конференциях Мы на самом деле не знаем Что мотивирует человека Мы можем предполагать, может быть, по жестам Мы можем предполагать по каким-то там Ну, может быть, интуитивно как-то чувствовать Что вот он сейчас чувствует, этот консультант Ну, чаще всего ведь и он сам не знает Потому что есть знание, есть сознание, есть подсознание И человек раскрывается, может быть, только на 10-15% сам На самом деле он свой потенциал даже и не знает И вот поэтому, мне кажется, чем больше встреч мы проводим Тем, ну, как бы больше может быть результата И вот Надежда Владимировна как раз показатель тому Как вот, казалось бы, отрицательный результат Привел к положительному результату Я очень рада той встрече, что на ней была именно Надежда Владимировна И что так прошел разговор именно в такое русло Ей было так нужно, но она услышала то, что услышала То есть мы, то, что мы говорим, подсознание слышит Подсознание слышит, и значит, оно все равно когда-нибудь сработает Интересно, что видно только меня Я вам говорила о том, что меня практически видно не будет Но Вселенная идеальна, вот так распоряжается Надежда Владимировна на самом деле Просто что-то технически выпало Опять-таки Сейчас она еще раз попробует войти Потому что у нее очень интересный материал Она очень интересно готовилась сегодня Ну я вот продолжу, на чем я боролась О том, что очень важно всем, вот с чего я начала Я рассказала всем своим друзьям и знакомым Что я в Арифлэн, хотя мне очень страшно было И на самом деле у меня не было веры в компанию Ну, спонсор сказал, что нужно рассказать Я рассказала Я начинала с того, что приглашала на чай Своих друзей и подруг То есть, например, я собрала отдельно однокурсник своих Пригласив просто на чай Когда они приходили, я говорила Девчонке, для вас сюрприз А сюрпризом был мастер-класс от Лидии Миллер На тот момент мы активно работали именно мастер-классами Ну, когда проходил мастер-класс Я, кстати, думала, господи, что они мне там скажут Мне было так страшно Но когда мастер-класс проходил То девчонки говорили спасибо Они сделали заказы, регистрировались И так нарабатывались мои первые консультанты И первые мои клиенты Я приглашала не однокурсницу Она год младше девчонок, с которыми мы общались И происходило то же самое Я проводила мастер-классы на работе своим коллегам Я провела мастер-классы родственникам Друзьям, знакомым То есть, предложить продукцию было достаточно легко Потому что я знала, что наше дело правое Потому что и тогда, и сейчас мало кто умеет ухаживать за собой А отлично выглядеть Это всем хочется Всем женщинам хочется отлично выглядеть Я всегда говорю, что красота у нас в подсознании Это наша врожденная потребность По слову я ее отношу к тем потребностям, естественно Как в пище, в сексе, в защищенности Вот это как бы те потребности, которые базовые И вот потребность к красоте, она такая же базовая потребность Именно для женщин Каждая женщина хочет быть красивой Просто не каждая женщина В этом, ну как бы помнит, что ли У нее где-то это глубоко подзазнание Потому что на первом плане у женщин что находится Дом, семья, работа, дети И очень часто она забывает про себя Но на самом деле в Библии говорится о том Что возлюбить ближнего самого своего Как самого себя И прежде всего мы любим себя А потом уже мы любим окружающих И вот тем самым мы помогаем женщинам полюбить себя Поэтому это один из лучших Ну как бы один из простых, наверное, методов работы Вот сейчас с появлением wellness продукта И после семинара Елены Димченко Сейчас дубль два Потому что я считаю, что здоровым тоже быть каждый хочет Здоровье это опять-таки физиологическая потребность людей Теперь уже всех людей И сейчас вот такие же презентации Как тогда были мастер-классы Сейчас я буду проводить их для всех друзей и знакомых Потому что я очень хочу, чтобы они все были здоровыми Я очень хочу, чтобы они осознали, насколько они уникальны Вы знаете, вот буквально сегодня пришла мысль такая в голову Что вот нас когда-то обучали биологии И наши детей сейчас обучают биологии Но почему-то нам не привыли отношения к себе Как к уникальному, как вселенной, как целому заводу, что ли Насколько все мудро в организме нашем продумано И вот сейчас нам это нужно донести до людей О том, что мы на самом деле уникальные существа И мы заслуживаем заботы И вот этот продукт wellness он просто нужен всем И нет здесь уже такого понятия, как рекрутирование Вот wellness это тот продукт, который нельзя купить по каталогу Его можно приобрести, только оформив подписку в компанию Рефол, оформив себе дисконтный номер И понятно, что когда это 4,5 рубля, это наиболее эффективно И задача, вот у меня сейчас задача Всем друзьям, всем знакомым провести вот такие презентации С дегустацией wellness И не просто рассказывать о wellness А заставить их думать Заставить их думать, сколько они хотят жить А здоровыми А хотят ли, чтобы дети были здоровы А что они для этого делают Ведь на самом деле Мы все понимали когда-то, когда у нас дети были маленькими Что им нужно сбалансированное питание Что их нужно каким-то особым образом кормить Мамочки, когда мы кормили детей молоко Мы отслеживали свое питание Что мы кушаем, сколько мы кушаем И полноценно ли оно А сейчас мы об этом забыли Вот сейчас пришло время напомнить людям о том Что, Лариса вот мне ставит плюсики Она тоже была вместе У нас 7 человек было, у Елена Демченко На тренинге по продукции wellness Ну просто, вы знаете, это совсем другое, чем семинар Ты понимаешь о том, что просто так Продуктивность не донести до людей Просто рассказывая Необходимо актуализировать Вот эти вот Оля тоже была у отцов Необходимо проявить вот то, что это необходимость Может быть даже напугать каким-то образом Чтобы человек начал думать А действительно, а действительно За счет чего живет его организм За счет чего он питается Почему-то, когда ребенок растет Мы понимаем, что его нужно кормить сбалансировано Да, в детском садике рассчитывают Рацион питания так, чтобы он был сбалансирован В школе тоже рассчитывают У нас существует норма Но когда человек вырастает Мы почему-то думаем, что ну все, выраст и все И тут уже как есть На самом деле, удивительно то, что наш организм За год обновляется на 98% Только качество клеток становится хуже Потому что хуже питание И вот здесь уже, мне кажется Рекрутирование будет естественным путем Наша задача просто рассказывать людям О том, что наша задача людей Это быть здоровыми Это наша именно задача Это наше право Это наше благо, что ли, быть здоровыми И когда мы Это вот одно направление То есть рекрутирование через продукт Мы говорим То есть мастер-классы wellness-дегустации Wellness-презентации Рекрутирование через продукт Но ведь есть еще второй способ рекрутирования Это рекрутирование на бизнес И на бизнес рекрутирование вот сейчас тоже очень актуально в связи с тем, что на дворе, наверное, стоит не очень благополучные экономические условия, мы все знаем. Вот знаете, сейчас все больше и больше слышу о том, что люди стали задерживать опять-таки зарплату, стали отправлять в неоплачиваемые опуски без содержания. То есть мы этого не чувствуем, мы в Арифлэйме, мы этого не чувствуем. Таисия, у вас была Демченко дважды, отлично. Мы этого не чувствуем, но на самом деле в мире действительно нестабильная ситуация экономическая. И людям нужны деньги, нужна какая-то гарантия. И теперь самое время прийти к людям и рассказать о том, что в Арифлэйме есть возможности. Единственное, что нужно нам с вами сделать? Нам нужно с вами пробиться через завесу вот этих вот стереотипов, которые сложились в голове у каждого человека, связанные с сетевым маркетингом. С сетевым маркетингом интимно предлагать, да? На самом деле там и там работать нужно. Но важно не бояться, а идти и рассказывать. И вот здесь вот метод работы очень замечательный, это проведение бизнес-стречи, да? Это опять же актуализация, то есть заставить человека думать о том, а что будет с ним через 5 лет, а как изменится его жизнь через 5 лет. А если он будет работать на основной работе, что будет через 10 лет, реализуются ли его мечты, планы его, они будут реальными? И что будет тогда, когда он выйдет на пенсию? То есть отдать всю свою жизнь как предприятию, государству. Будет ли государство о нас заботиться? И вот это людям нужно объяснять и рассказывать. Ведь многие просто-напросто живут сегодняшним одним днём, не думая о том, что будет завтра. Они просто отодвигают от себя и каким-то образом живут в своём замкнутом круге, как я говорю, как физик, я говорю, что двигаясь с центробежной силой по замкнутому кругу, дом, работа, садик, магазин и так по кругу. И чтобы из этого круга их, чтобы изменить на движение, нужен импульс, как физики опять же вам говорю, нужен импульс, чтобы воздействовать. Причём этот импульс, ну как бы с первого раза можно и не изменить траекторию человека в направлении рефлеем, потому что очень сильная центробежная сила, прям вот крепко он по этому кругу движется. И поэтому пробовать нужно с разных сторон, с разных углов подходить его. Вот мне очень нравятся наши рекрутинговые компании, наша компания рефлеем, потому что каждая новая рекрутинговая компания, каждое новое какое-то дополнительное предложение, какой-то дополнительный подарок, это возможность снова прийти к своим знакомым и рассказать о новом. И вы знаете, интересно то, что люди нас слушают по лухам, когда им это не надо. Пока у них всё хорошо, они не слышат тебя, но где-то на подсознании это вместе с тем всё откладывается. И существует такая теория четырёх подходов. То, чтобы жетон провалился, человеку можно услышать об этом вопросе как минимум четыре раза в той или иной форме. И вот рекрутинговые компании не позволяют нам вновь прийти как будто с новым предложением к этому человеку. При этом предложить ему, естественно, подарок. Я ещё, Наташа, у меня ещё и менеджер, образование экономиста-менеджера есть на самом деле. И предложить ему вновь подарок, и, может быть, в этот раз он вас услышит, потому что у него изменилась ситуация. Очень часто что бывает? Человек сделает два-три подхода, и крест на этого человека положит, что он вроде бы как уже всё. Потому что мы обычно что говорим? Так же, как я говорила, девять месяцев нет, это не моё, у меня здесь не получится. Что за этим стоит? Это лишь возражение. Что стоит за то, что не получится? Что на самом деле думает человек? Что на самом деле думает человек, когда он говорит, что у меня здесь ничего не получится? Какой страх за этим стоит? Страх. На самом деле за этим стоит страх потери авторитета, чаще всего. Как это я, как это я, да, быть дураком, потеря авторитета. Потому что как я такой человек, там, я вот работаю, что бы не вообще подумает окружающий, да, или я вот тут в сетевом маркетинге с сумками, да, на самом деле. Потому что я так точно говорила, я представляла, как это я, вот человек, который работает вроде как в солидной такой организации, буду тут вот с этим каталогом, мне это было непонятно. Но что произошло со мной, почему у меня изменилась моя точка зрения, почему даже не верив, на самом деле не до конца верив в Reflame, я приняла решение оформиться в компанию Reflame. Я просто спросила у Лида, сколько ты здесь получаешь? Когда она мне рассказала, откуда берутся деньги, а это нужно делать, то есть не нужно останавливаться, несмотря на то, что сейчас компания предлагает подарок, не нужно останавливаться только на этом. Нужно рассказывать людям, особенно друзьям и знакомым, о всех деньгах, которые есть в компании Reflame. Вот Лида мне рассказала о всех деньгах, которые есть в компании Reflame, причем показала, они откуда берутся. На тот момент у нее спустя 9 месяцев с начала работы в компании Reflame было 13 700. Это были очень хорошие деньги, и когда я посчитала свой час работы, ненормированной работы, и Лидин у нее оказалось дороже. Я бы думала, если у Лиды есть такое... Если у меня тоже огромное... Я знаете, у меня две мысли у меня было? Я думала, что 500 рублей – это тоже деньги их нужны на собственную косметику. А вторая мысль, я точно напомню, что если Лида, у нее большой круг знакомых, она может зарабатывать, то почему я Лира, у меня тоже большой круг знакомых, не могу зарабатывать? Причем ничего плохого нет, Наташа. План успеха – все написано, сколько мы получаем. Все четко, как написано, так и получаем. И причем вот то, что я не верила, и то, что я могу получить, вот то, что я могу получить, оно перевесило. И несмотря на то, что я не верила, мне было страшно, стыдно, и все к этому прилагается, я, приняв решение, шла и делала. Вы знаете, вот меня настораживают, наоборот, те люди, которые говорят с первого раза «да». Вот здесь, может быть, два момента я всем говорю, запомните. Первый момент. Если человек говорит сразу «да», скорее всего, первый момент положительный. У него, значит, уже было эти два-три подхода, и он уже был готов к тому, чтобы принять решение. Может быть, он это не осознавал, но он уже готов был. Когда перед нами выступала Марианна из Мексики, которая за 18 месяцев работы в компании «Рифлэйн» вырастила 10 групп, и она выступала перед нами на российской встрече в Бразилии. Первый вопрос был, как вы приняли решение, почему вы приняли решение в пользу компании «Рифлэйн»? Что сказала Марианна? Она работала менеджером крупной компании, дилерской по торговле машинами, автомобилями большими. Она занимала руководящий поезд, но чем выше она продвигалась по лестнице успеха, тем больше ей приходилось работать, при этом зарплата росла, но и времени оставалось все меньше и меньше для семьи. И она стала искать возможность для себя с тем, чтобы, продвигаясь по лестнице успеха и получая все больший доход, ее время для дочери было больше. То есть доход растет, а время, карьера растет, а время, которое ты вкладываешь, оно было меньше. И она стала рассматривать возможности сетевого маркетинга. Она была умная девушка. Но никто просто... Она ходила на разные презентации, но никто ее не вдохновил и не впечатлил. И она попадает на презентацию Джулии Гузман, это президент компании Reflame Мексики, топ номер два вообще в мире, в мире Reflame. И Джулия ее вдохновила, ну как бы впечатлила. Она поверила Джулии, поверила компании Reflame. То есть Марианна была готова к тому, чтобы прийти в сетевой маркетинг. Это первый момент. То есть человек каким-то образом уже слышал, вы с ним уже работали, у него что-то изменилось, он где-то что-то еще слышал, прочитал, у него же тон провалился на этой встрече, когда он сразу же говорит «да». А когда человек приходит к вам на встречу, или даже ваш знакомый, и говорит «да», вы знаете, это может быть еще и... Когда легко говорить «да», так легко и говорить «нет» на самом деле. Поэтому если вам человек говорит «нет», знайте, что вы уже сделали одну попыточку, поставьте плюсик, занесите свой список знакомых, уже плюсик о том, что вы с ним поработали, и возвращайтесь к нему в следующую рекрутинговую компанию. Поэтому вот в данную рекрутинговую компанию, чтобы я порекомендовала всем и себе, естественно, вновь поднять свой список знакомых, посмотреть, чем его нужно дополнить, посмотреть, кому вы уже обращались, и в первую очередь обратиться к тем людям, с которыми вы уже работали. Предложить им вновь. Не бойтесь «нет». «Нет» — это не значит никогда, «нет» — ни сейчас, ни сегодня. То есть человек боится, вот действительно, чаще всего потери авторитета. Некоторым жалко времени, потому что если они не верят в результат, то есть зачем они будут этим делать, если ничего не получится. Но мы-то знаем, что здесь получится у всех, и что это замечательная компания. Поэтому с этой верой мы приходим к людям, и рано или поздно они все равно будут у нас здесь, в компании Reflame. Только есть такой принцип, знаете, одну ягодку беру, на другую смотрю, третья созревает, четвертая мерещится. Вот таким образом я работаю с теплым рынком. С ним я работаю все время и всегда. И на самом деле, ну, вся моя практически структура, она построена на теплом рынке, вот на данный момент. Хотя сейчас у меня появляются уже лидеры, ну, как бы, есть лидеры из холодного рынка. Но теплый рынок он же все время расширяется. Вот, например, сейчас я работаю с девушкой, с которой у нас дети вместе в садик ходили. Я присмотрела, что эта девушка очень активная. Из всех нас, она единственная делает подарки. Она как-то проявляет себя активно, когда нужно было готовиться к выпускному вечеру. И, естественно, в момент выпускного вечера, вот по подготовке, я поставила, оставила с ней контакт. И мы постарались подружиться. Сейчас, естественно, мы уже дружим и подруги, мы прекрасно общаемся. Я думаю, скоро будет, ну, скоро будет, вот у нас замечательный результат. Очень часто, вот мы думаем о том, рекрутировать или не рекрутировать, мало перспективного человека. Или вот у него там знакомых мало, или показывать каталог ему негде будет. На самом деле рекрутируйте. Потому что, во-первых, цели его могут измениться, как вот сегодня говорил, мы об этом будем говорить. А второй момент, если вы поработаете с его кругом знакомым, а без него вы на его круг знакомых не выйдете, то, может быть, появится человек, не он будет вашим директором, а человек под ним, как у меня получилось. Например, структура Ларисы Добрых, новая структура, которую мы вырастили. Я оформила там, будучи работой в администрации, у меня была цель оформить в каждом подразделении своего консультанта. Я тогда не думала про директора, но я думала, что в каждом подразделении администрации области у меня должен быть именно мой консультант. Но я действовала по плану. Таким образом, я оформила в бухгалтерии правительства тоже консультанта. А в какой-то момент времени один из ее клиентов, просто самый ответственный, тот, кто любил продукцию Reflame, она просто, Лариса ее, как бы, к ней часто обращалась, а Ольга, ну, так, ну, так просто я ей просто сказала, ну, Ларис, ну, давай ты уж сама будешь делать, мне вот как-то не хочется, мне вот некогда, то есть я не всегда загружена в администрации, давай ты будешь уже сама. Я оформила Ларису. Таким образом, в нашей структуре появился новый директор компании Reflame. Если мы будем говорить о Нине Ивановне Милфимовой, то есть она созревала 6 лет для того, чтобы начать активно работать в компании Reflame. Но дочку ее мы подписали практически сразу же после того, как я оформилась компанией. Мы провели мастер-класс, и я предложила оформиться Лене. Но Лена не увидела возможности Reflame. Вместе с тем, у меня есть секрет такой, я люблю проводить большие мотивационные мероприятия в свой близкий или свой день рождения. Обязательно, естественно, если это день рождения, то это и есть повод пригласить своих друзей, знакомых, родственников. Ну а если это день рождения, то, соответственно, у них повода не прийти тоже нет. Потому что это все-таки день рождения. И вот на одном таком день рождения, большом мотивационном мероприятии, была Нина Ивановна Елфимова. И Нина Ивановна Елфимова увидела на сцене человека, а это был Александр Швец, он для нее был авторитет. То есть она знала, что это предприниматель, что человек, который серьезно занимается бизнесом. И тут вот в Айфлэйме, нестыковка какая-то. И тут вот жетон начинает проваливаться, что у меня скоро пенсия и вообще что будет. И вот тут Саша Швец, он занимается Айфлэймом. Саша, тебе спасибо огромное. Вы тогда с Ниной выступали. Жетон проваливается и мы начинаем активно работать. Но все это время, все эти 6 лет, я работала с Ниной Ивановной, я была рядом, я ее все время куда-то приглашала. Тем самым я делала свои подходы, 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 подходы. В один прекрасный момент человек согрел, как говорится. И вот появился директор. Ну, история, например, с Натальей Кислощук. Я не сразу активно занималась Айфлэйм. У меня была основная работа, плюс это как раз был период рождения детей. Но Айфлэйм как бизнес был у меня всегда в голове. Вот еще один секрет успеха. Важно, чтобы мысль о том, что этот бизнес был всегда в голове. И чтобы где бы я ни была, где бы я ни работала, что бы я ни делала, я всегда думала о том, где мне взять новых клиентов, новых консультантов и, конечно же, лидеров. То есть это было везде. И поэтому многие знают о том, что с Натальей Кислощук мы вновь встретились в роддоме. Я родила Рину, хоть только родила. А Наталья была с Варей на сохранении. Она родила Варю, ну, буквально через несколько недель родилась Варя у Наташи. Я помнила, что я знаю эту девушку замечательно, что она Наталья Кочерова. Откуда я ее помню, я ее не знала. Не знала. Но я знаю, что она очень активная, она общественная как бы лидер из ребят. Ну, как бы лидер, активная, интересная, очень творческая на самом деле. И, ну, вот, Наталья вообще на самом деле пришла, я, естественно, предложила не сразу Рифлэн, я предложила ей мастер-класс тогда. А Наталья пришла для того, чтобы узнать больше продукции Рифлэн и быть красивой. Правда, сразу же до стивала сделала, заказала все серии продукции. Сразу же мы начали проводить мастер-классы. То есть, смотрите, говорим одно, а в подсознании это все равно было другое, что это возможность для себя, для карьерного роста и для, ну, может быть, дохода какого-то. Но не сразу. И таким образом появилась, а вообще, на самом деле, с Натальей мы учились на первом курсе физического факультета. Потом Наталья ушла и заканчивала уже другой ЛУЗ. И с тех пор мы не виделись, то есть, получается, мы не виделись лет 10. И вот так вот встретились. Да? Но, опять же, теплый рынок, получается. Если говорить о Наталье Владимировне Щитковой, то она появилась сегодня благодаря моей сокуртнице по Юрфаку. Была Светлана. Я, ну, вы знаете, у меня есть такое качество замечательное, представьте, как банный лист, я это говорю. Вот я как банный лист пристаю к человеку, потому что понимаю, что если он не приходит на встречу, то это не значит, что он, ну, вот, не будет в Рифлэн, или он меня не уважает, или еще что-то такое. Я вообще вот этого, вот этого, как бы, даже нет. Если человек, я приглашаю, он не приходит на встречу, я ему звоню и говорю, привет, дорогая Светочка, как дела, наверное, у тебя что-то не получилось, что у тебя случилось, что ты не пришла на встречу. Ты ведь очень хотела, но у тебя что-то не получилось. Вот. А она говорит, она такая радостная, что я ее не ругаю, что, как бы, отношения у меня хорошие, что я на нее не обижаюсь. Она говорит, да, 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 у меня там то-то, то-то, то-то было. Я ей говорю, ну, ты же хочешь, ну, как бы, ну, мое приглашение остается. Ну, в зависимости от того, хочет, не хочет, но мое приглашение остается в силе, и следующая наша презентация будет тогда-то, тогда-то. И приглашаю. Света вновь не приходит, я вновь звоню, и так было четыре раза. И когда на четвертый раз я уже прозвонила, Света пришла. Почему? Потому что она пришла с мыслью, так, ну, где тут Лера Минеева, я тут пришла только потому, что она со мной разговаривать не будет. Света пришла, зарегистрировалась ее дочь, зарегистрировалась Света. А потом я опять стала приставать Светлане, как банный лист, организую, организую мастер-класс. Есть у меня такой принцип, вы знаете, прорабатывать каждого консультанта в своей структуре. Обязательно, то есть я, очень важно, чтобы консультант, который придет, он полюбил эту продукцию, и поэтому я провожу ему как минимум три-четыре мастер-класса по продукции, нарабатывая тем самым клиентов и прощупывая его окружение, то есть одновременно и клиентов, и консультантов. И по мере проведения этих мастер-классов я наблюдаю за человеком, как он ведет себя. То есть как минимум я получаю постоянного консультанта, которому я даже годами могу не звонить. Он делает и делает заказы. Как максимум я получаю лидера, да, на самом деле. Но в этой ситуации получилось таким образом, что мы провели два мастер-класса, один на работе, один в доме, и на втором была Наталья Владимировна Щиткова. Сначала оформилась ее дочь, но дочь умная девочка, не стала продавать маме продукцию по дистрибьюторской цене, а продавала по цене каталога, и для того, чтобы экономить себе продукцию, Наталья Владимировна оформляется в компании Reflame, и теперь это директор компании Reflame. Вот такая ситуация. Опять-таки второй уровень до теплого рынка, посмотрите. То есть очень часто теплый рынок приглашают. То есть через теплый рынок мы выходим от друзей и знакомых и находим для себя директоров. Вот, Надя Владимировна, обратите в чате. Наталья Невзорова, наш консультант. Наташа, привет! Спасибо тебе огромное за поддержку, за то, что ты нас ведешь и подсказываешь, как это все делать. Кстати, сразу же, пользуясь случаем, я хочу вам сразу же представить анонс следующего вебинара, который у нас будет в следующий четверг. И спикером как раз-таки этого вебинара будет Надежда Наталья Невзорова из города Котласа, Архангельской области. С Наташей мы познакомились в Аргентине, потом вместе были в Бразилии, на студенте и на бриллиантовой конференции. Наталья – золотой директор компании «Рифлэйм». Ну вот, очень хотелось попасть на конференцию, и она попала. То есть вообще Наталья уникальный человек, у которого все желания сбываются. И поэтому в следующий четверг в 10 часов у нас будет тема «Компьютер. Друг и помощник в рекрутировании». И конкретно рекрутирование в социальных сетях. Какие секреты, какие Наташа поделится своими уже наработками. Она очень интересный человек, очень активно работает в интернете. Вот все наши вебинары записаны, и ссылки хранятся у Наташи на сайте. Не на ТВ, у нее интересно называется сайт. И вот в следующий четверг она поделится своими секретами о том, как рекрутировать через интернет, через социальные сети. Дальше, следующее воскресенье, я сразу же оно сделаю, у нас будет с вами 21 марта, мы директорской командой едем в Екатеринбург, на директорский семинар, где у нас будет встреча с Йонасом Раммелем. И нам расскажут, во-первых, о тенденциях макияжа, представят новинки. А вообще Йонас Раммелем – это профессионал высшего класса, он очень интересный человек. И следующее, то есть четверг у нас компьютер, интернет, в воскресенье следующее у нас будет тенденция макияжа, и макияж как метод работы. Мы вам расскажем, как им нужно работать, точно так же подари подарок другу, подари макияж в подарок. На связи будет у нас Яна Байкала, профессиональный психолог. А следующий четверг мы уже определили тему, это рекрутирование на холодном рынке. И для вас будет выступать старший балянтовый директор из Сургута, это Светлана Савельева. Это основной ее метод работы, она работает только на холодном рынке, только на холодном рынке выстроено уже шесть структур, и сейчас растут новые. Теплый рынок отличается от холодного рынка тем, что нет пророка в своем отечестве. Слышали такое? Кто с этим согласен? Нет пророка в своем отечестве. Очень часто наши близкие воспринимают просто как, ну, вот она была тут просто кем-то кем-то, тут вот бизнес-леди себя возобновила, да, на самом деле. И в таких ситуациях очень хорошо работают, когда мы приглашаем наших друзей и знакомых на какие-то мероприятия, на какие-то мероприятия, где они видят других людей, и они видят, как те люди относятся к нам уважительно, и какой статус мы умеем в этой компании. И тогда их мнение меняется, вольные или невольные, они по-другому начинают на нас смотреть. Ведь так? У кого так было? У кого так было, что люди меняли мнение, когда они видели, как к нам относятся, и где другие? И еще очень важный момент, который я бы хотела, чтобы вы взяли на вооружение в рекрутировании с теплым рынком, да и с холодным тоже, конечно, но особенно с теплым рынком. Вот наша практика работы показывает, что структуры растут намного быстрее, если мужчина в семье увидел в Арифлэйм деньги. Вот если мужчина как бы дал добро, может быть, он и не будет даже активно работать в Арифлэйм, но очень важно, что он разрешил работать в Арифлэйм женщине, да, вроде бы как разрешил, сказал, да, здесь деньги есть, выступил неким экспертом, что ли, потому что на самом деле деньги – это мужское дело, и когда они их чувствуют, у них интуиция лучше развита на самом деле. Если мужчина видит в Арифлэйм деньги, то женщина, у нее как бы крылья вырастают, она начинает более активно работать, у нее вера какая-то появляется, он верит в свою жену, верит в свою любимую женщину, и у женщины крылья распускаются, и она делает все с большим энтузиазмом и получает, естественно, больше результат. Поэтому совет такой, что приглашайте на встречу мужчин, приглашайте на мероприятия мужчин, пусть они вас просто сопровождают, пусть они вас просто сидят, чтобы вы знали, чем занимаются, но волей и неволей они будут слышать презентацию возможностей Арифлэйм, они видят возможности, и они увидят эти деньги в Арифлэйм, потому что они здесь действительно есть на самом деле. И рекрутирование на теплом рынке – это процесс, такой процесс. Если холодный рынок мы вышли, сработали, да, нет, да, нет, да, нет, следующий, то теплый рынок, он, мы один подход отошли, второй подход с другой стороны, еще раз отошли, третий подход еще с какой-то стороны. И вот в чем, вот Арифлэйм – это вообще сетево-маркетинг, это не бизнес ногами, это бизнес головой. Важно найти тот, ну, ту эхилесовую пету, на которую, вот ту точку, на которую нужно нажать человеку, тот вот крючок, на что его можно привлечь в компанию Арифлэйм. Кого-то на интерес, что здесь интересные могут, что-то могут твои, один, ну, что я еще делаю. То есть я стараюсь так, чтобы потенциал человека раскрывался в Арифлэйме, так, чтобы он проявлял свою лучшую сторону, выступал неким экспертом в компании Арифлэйм. Один из методов, кстати, работы, это когда приглашаешь человека именно по теплому рынку на какую-то встречу в роли эксперта. Люди очень любят выступать в роли эксперта, они с удовольствием это делают. Они приходят, но включаются в игру, но на самом деле они не играют, а они принимают на себя все, что там говорится. Они принимают на себя, и когда выполняют роль эксперта, они более внимательно слушают все, что говорится, и, соответственно, с удовольствием потом дают обратную связь. Это повод поговорить, это повод рассказать о возможностях Арифлэйм подробнее. Вот сейчас я использую книгу Елены Гемченко «Красота, здоровье» именно вот таким образом. Я даю эту книгу своим друзьям, знакомым, и прошу, чтобы они свое мнение высказали по поводу этой книги. Но сейчас вот после семинара... А сейчас, после семинара, я как бы сейчас разрабатываю анкету к этой книге с тем, чтобы подвести через анкету уже к нужному мне выводам по этой книге. Потому что очень часто, читая книгу, люди могут увидеть то, что им нужно, или через подиагоналию ее прочитать, не заметив. А когда мы предложим вопросы к этой книге, наверное, когда у меня это получится, я с вами поделюсь, то уже можно будет сформировать их мнение к тому, что это необходимо на самом деле. А как можно эту книгу найти? Эту книгу можно... Я могу вам отправить, если вы мне напишите электронную почту, я могу вам отсканированный вариант отправить по электронной почте. Но практика показывает, что это не очень хороший вариант. Это вообще лучше всего ее заказать в центре Валентина Ковалева. Она стоит всего 45 рублей, тоненькая такая, легко читаемая, и очень хорошо ложится, очень простым языком написанная. Действительно, как бы серьезное такое отношение... как бы меняет отношение к вот этому направлению wellness, ну, по крайней мере, у меня. Мне вот действительно, раз она поменяла отношение у меня, мне стало интересно, как она будет вообще ложиться на моих друзей и знакомых, тех, кто вообще не в теме, не в Арифлее. Вот уже первый опыт пошел, я отправляю эту книгу по интернету, кого не здесь. Я, как бы сейчас, когда была у нас здесь Елена, я купила у нее 10 экземпляров книги, мне Елена их подписала, и сейчас я буду с книгой работать. Почему с книгой лучше? Потому что ксерокопированный вариант, размноженный, какой-то отправленный, сосканированный, ты не заберешь его. То есть, если человек тебе не отвечает, если вдруг у него нет, ну, как бы, он... ну, вот по каким-то причинам у него нет времени прочитать эту книгу, ты не возьмешь обратную связь. А если ты отдаешь книгу с подписью автора, красивую, очень красочную, то у тебя, естественно, предполагается, что ты эту книгу заберешь. И это будет повод для встречи поговорить о велносе, о компании Reflame и возможностях, которые она предлагает. Потому что вот сейчас, мне кажется, что самый эффективный способ рекрутирования это на велнос. И самый эффективный способ построения структуры это с помощью велнос. Потому что, во-первых, почему? Потому что велнос это всего 5 продуктов. А косметики 1500 наименований продуктов. Вот обратите внимание, чтобы разобраться по себе. Вспомните, сколько времени вы разбирались в косметике. А люди вообще, настоящие лидеры, прежде чем предлагать кому-то, идти к кому-то что-то, он обязательно разберется во всем. То есть это больше времени, чем разобраться в 5 продуктах велнос. Прочитать книгу, прочитать, посмотреть диски, посмотреть ролики, попробовать это все и уже идти предлагать. Согласны со мной? Книга называется Елена Демченко. Елена Демченко. Красота и велнос. Сейчас, подождите, я вам покажу ее. Здоровье, красота. Велнос и Тарифлэм. Вот, видите? Велнос и Тарифлэм. Ой, как бы ее красивее. Велнос и Тарифлэм. Здоровье и красота. Все, кто был на тренинге, она у всех есть. Елена Демченко. Вот это еще один метод работы, который будет сейчас новым, да, на самом деле. И мы уже договорились с участниками тренинга, нас было 7 человек, что мы для вас подготовим презентацию велнос как для гостей, не как для консультантов компании Рефлэм, а как для гостей. С проблематикой, с тем, чтобы подвести человека уже к правильному, нужному выводу, чтобы он задумался о своем здоровье, уходя с этой встречи. И вот в начале следующего каталога мы эту встречу проведем для вас именно на вебинаре, чтобы все могли посмотреть, как это нужно делать, да, пока мы будем сейчас отрабатывать на... Вот. И, ну, что еще можно сказать про теплый рынок? Может быть, у вас какие-то есть вопросы, может быть, у кого-то есть какой-то секрет, как работать с теплым рынком, и вы готовы поделиться. Но единственное, что если мы с вами не отработали микрофон, вы можете где-то, может быть, звука не слышно. Важно с теплым рынком набраться терпения. Вообще, люди, на что люди идут, общее такое, на что люди идут в Айфлэйм? Люди идут на Айфлэйм, загибая слепайцы. Они идут на результат, они идут на бытие, и они идут на энтузиазм. То есть, смотрите, вот большинство, на самом деле, по статистике, большинство рекрутов приходят именно у новичков. Самое большое количество рекрутирования делают новички. Почему? Результата ноль. Бытия, то есть, ничего пока в жизни не изменилось. Ну, что есть. На веру они идут. На веру и энтузиазм. То есть, есть вера в то, что что-то изменится, в то, что они пришли в нужную компанию, и что их дело лучшее, да, на свете. И есть энтузиазм. И вот это, самые мощные, на самом деле, фактор, на который идут люди. Очень, конечно, важно, что мы говорим в момент встречи. Но на самом деле, люди идут на нас. Они внутренне чувствуют, горим мы этим или не горим. Если у нас с вами будут горящие глаза, если мы будем верить в то, что мы несем людям действительно здоровье, красоту, но в особенности сейчас это здоровье, и это очень важно. И вот после тренинга Елены Демченко я понимаю, что насколько это важно, и насколько нужен всем этот продукт, вот просто всем. И у меня внутри такая большая вера, у меня горят глаза, потому что EFLAM это лучшая, наверное, компания в мире. Не побоюсь, это не то, что лучше, это великая компания, которая создана для людей, на самом деле. И очень важно, что наша компания несет достоверную информацию. Все, что написано в нашем плане успеха, в наших каталогах, в нашей литературе, брошюрах, это достоверная информация. То есть вы ее можете проверять, перепроверять, но это достоверная информация. Это не много тех таких компаний, в которых наверное, Наверное, Йонос Роберта Фехника может поручиться за каждый продукт, который есть в нашей компании, за каждое слово, которое есть в нашей компании, за каждым словом и продуктом стоит Магнус Брэнстон, за каждым словом и продуктом стоит весь топ-лидер нашей компании. И совет новичкам, если у вас немножечко не хватает веры, позаимствуйте ее у вышестоящих спонсоров, позаимствуйте ее у Магнуса Брэнстона, позаимствуйте ее у основателей компании. Сейчас очень много материала в интернете. Наберите в Ютубе встречу Волкова, Васильевых, например, помотивируйтесь и зажгите глаза, и только тогда идите к людям, особенно на тёплый рынок. И будьте настойчивыми, но не навязчивыми, но не наглыми, но не сверху, а на равных позициях с помощью вопросов учитесь выявлять потребности. И отрабатывайте техники, именно работы и с возражениями, и с потребностями. Этой техникой можно научиться. И Надежда Владимировна действительно права, что нужно ходить вместе в баню, нужно в бассейн, нужно поддерживать отношения, да, и везде демонстрировать продукт компании Reflame. Вот сейчас есть уникальная возможность, например, пригласить ваших друзей и знакомых именно на наши вебинары. Не на такое по рекрутированию, естественно, а на вебинар, который для гостей, на встречу возможности Reflame, на встречу wellness и возможности Reflame. Или на какой-то вебинар, например, вот Наталья Невзорова проводила шикарный вебинар «Пять языков любви». Что-то еще подобное мы будем готовить, то, что связано с психологией, интересно просто всем. Но это все равно в рамках Reflame. И так или иначе у них проявится интерес к Reflame. Поэтому теплый рынок я люблю. Это мой любимый рынок. И я верю, вот на теплом рынке именно те люди, чем он хорош, которые, если вы их убедите, есть уже что? Есть связь между вами. Есть уважение к вам. Есть доверие к вам. И есть то, что они из уважения не смогут не отвечать на звонки, например, не приходить на какие-то встречи. Потому что человек вас уважает, он вас любит. И он будет, если теплый рынок нам говорит «да», именно говорит «да» бизнесу, то эти люди работают, эти люди становятся бизнес-партнерами. Может быть, он немножечко тяжелее, ну, как бы медленнее идет, чем холодный рынок. Но зато именно с теплого рынка появляется большее количество, именно большее количество бизнес-партнеров, тех людей, с которыми вы дальше пойдете по бизнесу. Ну, и я хочу вам сказать огромное спасибо. Я хочу извиниться за технические неполадки. Мы действительно учимся, мы все еще функции освоены. Я хочу поблагодарить вас, что вы были на вебинаре. Вы молодцы. Если вы здесь, значит, это вам тема интересная. Это значит, что мы с вами замечательно с завтрашнего дня вступим в рекрутинговую компанию. Всех поздравляю с началом новой рекрутинговой компании. Желаю огромных успехов, рекрутирования, получить все подарки, выйти на новые уровни лестницы успеха. И найти своих бизнес-партнеров именно в эту рекрутинговую компанию. Вот этого я самое главное вам желаю. Интересно то, что методов работы очень много. Вы для себя найдете то, что вам интересно. Будь то мастер-класс, встреча возможностей, рефлэн, wellness-дегустация или какая-то там еще интересная встреча. Способов приглашения тоже очень много. Пробуйте. Ищите то, что вам нравится. Вы обязательно найдете то, что вам нравится. И до встречи в следующем, до встречи уже в четверг с Натальей Невзоровой. Наташа, нам что-нибудь напиши, что ты с нами будешь. Итак, с нами будет в следующий четверг Наталья Невзорова. И будет она нам с вами рассказывать о том, она уже написала о том, как, я еще раз просто напоминаю, о том, как можно эффективно рекрутировать именно в социальных сетях. У меня тоже очень положительный опыт уже есть, хотя я совсем недавно в социальных сетях. Может быть, я тоже немножко поделюсь о том, что у меня получается. Всего доброго. До свидания. Мы вас любим. Пока. Пока.